как я соскучился за неделю к нам по нашему озеру по нашей воде по нашим камням я-то там все камешки собирал с вершин гор а вы помните что у нас есть свои замечательные камни которые тоже имеют определенную силу имеет определенный дух и поэтому ценно для нас и для всех остальных ну и я еще раз о ценности гор которые там я почувствовал и продумал в чем же она до сих пор сохраняется и и вот мы православные православные мы веру свою включаем культуру природу искусство науку и это все часть православия то есть когда начинает какая-то из этих частей я бы так сказать рушится или плохо в ней становится то мы с вами начинаем терять в целом православие ну я не знаю как с чем в общем то сравнить ну давайте вот дом он состоит из кирпичей досок там железо окна ну давайте вот начнут кирпичи рушиться в доме что будет с этим домом или сгниют в нем балки вот на самом-то деле так когда русские принимали православие они имели в виду что тот комплекс имеющихся у них богатцы ценностей и станет их богослужением что сохраняя его что живя в нем что будучи естественные в нем люди будут бесконечно православными нет камешек то так прохладненький немножечко так вот к большому то нашему сожалению у нас этот комплекс начинает рушиться если с одной стороны мы вроде строим много храмов заводим много общин обучаем много священников и делаем это правильно но в это же время начинает разрушаться экология природа в это же время начинает наука грубо говоря в другую сторону смотреть и предлагать какие-то другие нам ценности культура с искусством иногда переходит на другую сторону начинают пропагандировать то что лукавому нужно а не богу как мы с вами увидели на примере той же олимпиады или других так называемых культурных событий которые происходят на западе кого они в конечном итоге воспитали кто в конечном итоге там теперь у нас возрастает почему вдруг мы стали тот запад который считали образцом интеллигентности культуры искусства теперь неприемлемой для себя почему увидели что он действительно люди в нем теряют человеческий облик и переходят в некие другие состояния которые тоже зависят от природы от экологии от всего окружающего то есть помните что вдруг генетические отклонения появились в семьдесятых годах в большом количестве и ученые которые начали изучать откуда они пришли к выводу что это пластик так влияет бифамин а да так называется тот элемент который заменяет похож на гормон женский и те кто потребляет пластика в него входит этот становится больше женщины чем мужчинами вот ведь какая проблема а это экология повлияла эта природа разрушенная повлияла это те можно так сказать природные основы которые на самом деле нам дают и определенную основу нашей духовности и силу нашего духа и как это выглядит но я могу просто на примере тех мест где я жил описать как действует окружающие на тех кто там живет я например какое-то время поехал на урал попробовать что такое лесозаготовки но вот это был такой можно сказать юношеский порыв побывать в этой роли у нас все тогда ехали на бам куда-то в сибирь ехали еще куда вот я тоже попробовал приехал в ивдельский район поселок оус до этого у меня там друг один побывал пожил ему понравились лесозаготовки как как они там все валят все это мне тоже понравились люди понравились хотя там огромное количество людей сидельцев но их непосредственности их я бы так сказал чистота потому что там нельзя грубо говоря обмануть когда ты на лесозаготовках работаешь чуть-чуть схитрил и тебе по башке сучок прилетел вот почему у меня в общем-то и страх то все время что вот эти сучки прилетят на моих глазах там просто людей калечило когда начинался какой-то буран или что-то и сучок отламывался до одного при мне ключица сломала голову повредила просто сухой сучок упал ну ладно мы сейчас не об этом так что с этим поселком оус дорогу мимо него провели большую а нет поселка почему а лес кончился весь выпилили что там делать жителям что там делать значит тем более лесозаготовители я сюда приехал здесь тоже было много леса и когда первый раз я ездил у не первый но ездил в такую большую экспедицию с тогда возглавлявшим район рычаговым валерий алексеевич им у нас его просто стоял очень серьезный он сам ездил со мной в москву сам услышал задачи переселение сербов то есть предполагалось что сюда может приехать от 30 до 60 тысяч сербов которым помните бомбили в то время в европе и вот поддавшись такому желанию мы с одним сербом к нам приезжал серб я тогда кстати ну в общем ладно поехали смотреть как у нас в районе если для них потенциал где они могут разместиться и они оказывают согласились в самых дальнем местах теме едва разместиться там могут все зухи поскольку настолько он был этот серб покорен тем что тут такие леса и вот мы едем с валерий алексеевичем а он говорит мы будем заниматься древесиной мы будем из нее мебель делать мы будем резьбой заниматься мы не будем ее увозить большими вазами мы все переработаем на месте очень хорошо но вот когда показывали лес и говорили вот этот лес его можно использовать а это а это заказник это заповедник такие сосны стоят такая красота это даже думать нельзя что можно спилить все спилили все спилили по в некоторых местах стоит так метров по 20 сосенок которых вроде большие а за ними пустота и что я приехал здесь встретил очень такое достойное население которое себя уважительным воспринимала считала себя таким вполне состоятельным и тут были и заготовители хорошие тут строча вышивальная фабрика была большая я все это еще застал но комбинат был который это делал завода алёхина там с председателем нижней ланди их так далее совхозы прямо процветали и так вот такая у них была надежда что вот да здесь то край до они жжут здесь вечно будут жить и вечно развиваться и и что где лес где эти совхозы заводы куда все дело потому что ресурс сменили сменили вот это на завозное зарубежное это мало кому что нужно а это перепустили все вот вот такие 5 сантиметровые карандаши пилят и все на фанеру все уйдет причем фанера той как я понял за рубеж что ли идет которые в шуи делают и что а все население уже тоже выдыхается во-первых район очень сильно поредел когда я приехал по разным цифрам здесь было кто говорит 30 тысяч кто говорит 22 тысячи но сейчас числится шесть с половиной тысяч а реально проживает как мне сказали но около пяти потому что многие числятся для того чтобы машину машину поставить на учет дети тут внуки тех кто и машина где-то дешевле так вот ресурс лес оказался носителем вот этого духа вот так вот этой твердости человеческой есть он есть надежда что ты его можешь использовать пожалуйста у меня и настроение другое меня и дух хороший грубо говоря меня не сломить в духе они от этого ресурса и все и человек становится неуверенный человек становится в общем уезжает человек с этих мест а здесь он в общем не буду говорить какой становится но не такой как вот должен бы быть даже во взрослом состоянии поэтому когда я сейчас смотрю на посмотрел на горы которые там еще имеются я увидел что город и вот то состояние духа которые есть у населения подтверждаемые тем что у них горы у них ресурс у них есть возможность заработать на этих горах ну и не только туризмом горы это конечно и производства всего много тем более теперь добывать все это научились в наших горах в кавказских в уральских есть все все элементы как говорится природы и в достаточном количестве чтобы это все можно было потреблять и поэтому дух который я увидел там у жителей он вполне вот такой твердый с надеждой с желанием здесь проживать я не услышал что кто-то как он в пистяках постоянно у молодежи слышу куда бы уехать или спрашиваешь а что ты уехал а мне здесь делать нечего сюда на пенсию возвратиться хорошо потому что вот на пенсии тут есть и огородик и водичка хорошая и все остальное с пенсией а без пенсии вот так и поэтому горы сейчас и притягивает на мой взгляд население страны тем что они вот эту уверенность и свою ощущение какой-то надежности а то еще и ощущение определенного победителя когда ты вдруг на гору поднялся дают я лично вот так себя грубо говоря ощутил когда даже маленечко попытался подняться на бешта уж сколько там смог но вдруг сказал себе что нет смотри-ка ты еще живой ты еще можешь ножками двигать у тебя еще есть настроение это делать и честно говоря сразу захотелось все это приумножать очень хочется поехать и поехать и может быть еще несколько раз туда несколько лет туда но сегодня стоя в аптеке одной знакомой говорю хватит кормить аптеку надо на кмв надо в горы она горит а где деньги то то есть а ведь и правда населению трудно туда поехать больше того я перед тем как ехать а нет уже там будучи позвонил одному знакомому который регулярно туда ездил и говорю ты не здесь ты случайно он горит ну нет вот не могу средств не хватает то есть они становятся какой-то степени недоступные для населения и поэтому конечно я слышу что два миллиона ой 4 миллиона сейчас туда посещает будет еще больше посещать и дай бог чтобы они там хотя бы вот этот дух горный не испортили не потеряли те кто эксплуатирует эту территорию поскольку поднявшись на эльбрус я еще раз вам повторяю что мне было неприятно видеть то что я увидел на этих смотровых площадках мусор грязь даже помойка запах отвратительный быстро пробежались и уехали не успевает народ духа этого получить поскольку в подъеме например на эльбрус там три четвертых мы стояли в очередях они гуляли по эльбрусу вот так на этом мои дорогие я не заканчиваю разговор но я говорю сейчас о том чтобы мы начали осознавать компоненты нашего духа и компоненты нашей силы которые в окружающем пространстве и не одеялись только на то что вот мы поставим храм вырежем вокруг него весь лес а у нас будут верующие замечательные люди не будут не будут мы с вами увидели что народ понимает куда ходить куда не ходить и когда поддерживается не весь комплекс вот это основа православие духовности то он ищет где же найти эти дополнительные компоненты к большому сожалению в других религиях вот переход молодежи например на кавказе в другие религии или отказ от своей религии оказывается очень большой я с православным поговорил в том же пятигорске строили огромный храм думаю что ну вот это будет основа православие на кавказе здесь будут а проблема тем же проблемы с посещением или с те же что и в других местностях даже может быть хуже чем в других местностях потому что окружение иноверцев больше и они показывают своим примером что ага ты вот такой вот поэтому тебя такое состояние а я другой и вот гляди у меня машина квартира и все остальное я думаю что это большой такой пример для ну как минимум от отказа если ты перекрещиваешь там вот как я все время делал публично то вызывает это ну косые взгляды я так сказал у многих вот так мои хорошие ну а вам еще раз напоследок нашу красоту он до сих пор цветет у нас лилия что говорит о том что вода наши чистые прекрасные вода действительно хорошие в этом году она не заселенеет в этом году гляжу очень долго все стоит желтую зеленые но не считая этих деревьев которые он видите начали гибнуть и уже желтеют раньше всех остальных остальное все зелененькое что говорит о том что будет долгая осень основные зимние морозы не наступит долго это мой прогноз но я его вам более подробно в другом ролике расскажу а на этом пока все до новых встреч здоровья вам радости всего доброго аминь